Запах помойки даже в ветреную погоду. Мусора так много, что он резко бросается в глаза. В общем, разнообразное содержимое здесь быстро разлагается. Так что у местных птиц наверняка настоящий пир. Эти помойные замки наблюдают жители 53-го дома по улице Потоличева и Айтики-Би-9. Сегодня утром жители своих живописных пейзажей решили под средством нашей программы продемонстрировать всему городу. Напротив нашего дома был барак. Барак снесли 3 года тому назад. После сноса барака здесь у нас превратился мусорка. Тут живут бичи, тут мусор прохожие. Тут кидают все, баклажки, бутылки, вонючка. А почему бы вам жильцам субботник не организовать? Ну, субботник, я не знаю, после, вот так и вот, противно даже здесь нам подходить сюда. Потому что всякие, мы видим, бичит, что делает, творят там. И после этого нам даже, вот, не знаю. Тут и туалет, тут и вот это все открыто, дети бегают. Из-за этого вот какой-нибудь помощь, наверное, Акимату, скорее всего. Почему вам субботник бы не организовать? Вот соседей позвать всех и убраться? Ну, разве будут? Это, скажем, не наш двор. Ну, как это, вся территория? Ну, может, даже и сделаем один раз, а потом же она все равно будет кидать, потому что тут проходной двор. Ну, вы хотя бы попытались бы? Ну, я не знаю. В самом доме всего 12 квартир и дом относительно молодой, построен 17 лет назад. Но за это время жильцы, с их слов, только недавно получили правообладающие документы. Но вот обзавестись своим кондоминиумом или примкнуть к какому-либо КСК не торопятся. С 2014 года меня выбрали, типа, домкомом. Я ходил по всем инстанциям. Даже на наш дом не было техпаспорта на общий дом. Я вот кое-как по всему городу бегал, сам лично. Взял, сделали мне техпаспорт, наконец. Теперь, чтобы документы сдать до конца, чтобы в кондоминиуме встать, оформить, чтобы в Соне документы, надо было акт, земельный акт. Почему у вас все документы имеются? Кроме земельного акта. Нет земельного? Земельного акта не дали, потому что я просил вот так, чтобы по этому периметру дали. Они сказали, что здесь есть хозяин. Но, тем не менее, вы живете. Почему бы того же домкома не избрать? Ну, домком, вот перед вами избранный домком стоит. Я просто в прошлом году заболел. После операции я сейчас. У меня инвалидность. В администрации города рассказали, что в отделе архитектуры сейчас выясняют, есть ли собственник у земли, на месте которой когда-то стоял барак. А представителям управляющей компании номер один дано задание все же помочь привести в порядок территорию двора. Это Акжар-2, возле Казмоная газа. Нужно заметить, актюбинцы заполонили соцсети видами грязного города. Возмущаются ужасающим состоянием дворов на окраинах и в центре. Вот видеоблогер снял окрестности Акжара. Там действительно много мусора. Ну и напомним, что местные власти всегда приглашают всех жителей, в том числе и тех, кто размещают гневные посты в защиту чистого города в соцсетях, чтобы те защитили чистоту города делом, а не только словом. Ряза Цакева, Сергей Калашников, программа «Факт».